Пластиковые бутылки, стеклянные банки, пяти и даже девятнадцатилитровые тары. Крещенский сочельник, верующие стремятся прийти к храму для того, чтобы набрать крещенской воды. Мы пришли за водичкой, крещенская водичка, да. Она считается целебной водичкой. Будем пить, умываться, ну и оздоровляться, скажем так. Все, говорят, помогает она хорошо. Где осветить, где что. Ну, школя такая, как вам сказать, завелось такое. Это уже ведь с очень раннего, давно уже это заведено. Поэтому все ждут крещения, налить водички. Кто покупаться, кто. Каждый по-своему. Мы всегда берем восемнадцатого. А так, кто берет девятнадцатого, можно и восемнадцатого, и девятнадцатого брать. Это вода святая. Вот праздники, так, когда заболеешь, пить. Я пью частенько. Вот видите, сколько набрала. Именно в крещенский сочельник по уставу церкви осуществляется великое освящение воды. Церковь ее называют великой святыней, великой агиасмой, если по-гречески. Это вода, через которую Господь дает человеку особую свою благодать, которая относится, как действительно, к величайшей святыне. Потому что в какие-то редкие случаи, ситуации, эта вода даже причастие заменяла людям, которые по каким-то причинам не могли причащаться. То есть это не просто освященная вода, как на молебнах освящают. Это действительно вода, освященная особым чином. По традиции, таким же образом освящение повторяется и в сам день крещения. Так что завтра, 19 января, верующие также смогут прийти в храм за водой, которая своими свойствами не будет отличаться от воды, освященной в сочельник. Однако священнослужители отмечают, главный смысл не в том, чтобы набрать в эти дни святой воды, а в том, чтобы помолиться во время ее освящения, поприсутствовать на молебне. Ведь Господь дает благодать для исцеления святой водой именно по молитве.